всем доброе утро уже как вы поняли на набережной на пляже ходим чарли гуляю время около десяти наверное у меня сегодня много планов собака не хочет идти мужик улаза вызовет в общем по планам у меня сейчас погулять с чарли вернее мы уже заканчиваю прогулку это всегда не переживаю я конечно может заиграться в общем сейчас у меня по планам погулять вот с этим чудом а потом нужно съездить в больницу взять назначение к врачу но это опять это на осень чтобы пускай было как говорится и потом я еду на шопинг я не ездила и не было и чего себе не покупала много времени но потому что я много раз говорила что этот промежуток между зимой весной весной лето достаешь одежду и не знаешь что у тебя есть что у тебя нету так как я уже разобрала всю одежду не знаю ветер дует то я уже ну приблизительно знаю что мне уже захотелось тем более я в тот понедельник по магазинам пошастала здесь нашем городе и мне кое-что приглянулась и говорю поеду-ка я в гранату в неваду съезжу поеду одна мужа уговаривала ну как уговариваю поедешь со мной он говорит ой чё я там буду делать один он хотел с другом с викой съездить я говорю я хочу поснимать чтобы с чувством с толком с расстановкой они так вот спешки все-таки когда едешь с кем-то том нужно какие-то обязательства не знаю ждать нужно а это я говорю не я говорю одна съезжу лучшему потом когда-нибудь съездим все вместе в этот раз я хочу одна пашу но он говорит я тогда не поеду вот я поеду 1 по кем там погуляю пошлиндаем куплю себе чего-нибудь меня список уже составлен представляете за шмотками ездить у меня никогда не было списка а тут я список себе составила так вот бывает ой ну там мне домашние тапочки нужны домашнюю одежду хочу все поменять потому что у меня такой ширпотреб дома ношу и сплю такие ночнушки что это мама не горюй страх да и только где дырка где растянулась ой говорю ну что же я такая это сплю то непонятно в чем и вот решила говорю куплю себе что-нибудь и ночнушки какие-нибудь ну платьишко не знаю очень посмотрим так что не переключайтесь должно быть интересно но для начала нужно съездить в больницу она там рядом с нами но вот с парковкой там как не всегда проблема нельзя пока обязательства перед моей лапой да так вот он гуляет все нюхает собаками гуляет играть у нас как всегда ветер посередине ночи начала шторка вообще прям подниматься благо я знаете достаю с кровати рукой дверь и вот так вот закрываю не надо не вставать ничего и вот все утром думал цветы мои там летают мне ничего никуда не улетелищу мой ветра хан как он задолбал если честно этот ветер только вчера говорила что море прогреется за 5-7 дней ну блин шторм постоянный поэтому я не знаю как он прогреется море то вроде как не особо ну ведь шторм есть да с этой стороны он у нас не очень вот блин никак не хочет а через две недели уже 24 числа у нас сан хуан это типа день нептуна не нептуна что ли в общем когда костры жгут на пляжах уже вчера типа договаривались что надо ехать на пляж собирать дерево но это все расскажу вам поближе к этому празднику так что подписывайтесь не забывайте ставьте лайки и оставляйте комментарии едем на шопинг еду по старой дороге в гранаду и вот вам ири хочу показать я раньше ездила с мужем везде никогда мы не останавливались здесь в общем вот хочу показать это наш весь город вот видите все весь этот наш город скажем так с высоты птичьего полета вот там вот там пальчик мы вчера были где мы кушали все рядом друзья здесь ветра нет что смотрите какая красота не говорите что потом что это некрасиво вот порт впереди блин да вот порт в общем такие вот у нас пироги больницы я не попала негде было парковать машину ну и я плюнула думаю ходить ездить еще туда-сюда я не особый любитель поискать парковку по 15 кругов давать на следующей неделе схожу пешком не пешком ближе чем я машину оставила бы у черта на куличках в общем еду по старой дороге и здесь вот такая вот липота все теперь уже без остановок до гранаты полчаса я езжу главное чтобы не нажимать на газ я любитель нажимать на газ я удачно добралась и первое что я позади делать это попью кофе я так спать я хочу прям глаза закрываются не знаю в чем дело мы доехали народу никого в принципе пол двенадцатого нормально пришла посмотреть какие здесь фильмы есть вы знаете я бы на 2 сходила например на aladdin говорят неплохой x-men x-men я все серии посмотрела но в серии серии как там назвать вот этот последний по моему я бы на него даже очень хорошо съездила вот есть воскресенье кстати воскресенье 8 10 до надо сейчас фоткать чтобы не забыть конечно можно все это в интернете посмотреть но жалко что и знаете я что заметила никаких фильмов нет 3d нам очень нравится фильмы в 3d но почему-то здесь их нету а вот на этот я даже больше хочу на x-men чем на aladdin выходили на какой-нибудь из этих фильмов расскажите они нормальные чем можно потом съездить еще меня здесь разочаровывать что здесь нету суши я бы с удовольствием поела суши так как я одна но блин их здесь нету я не знаю в чем дело но в испании как-то слушай не очень распространены так как у нас россии везде на каждом шагу они есть здесь и хрен найдешь поэтому обидно досадно так бы я замутила идем в домскую комнату первое куда я зайду это будет примарк чтобы посмотреть ночнушки в общем ну и вообще что-то типа многие знаете примарк качество кака и все такое можно найти хорошие вещи закат за не то что качеством за за марка или за там за одеждой по бешеным ценам я не гонюсь мне вот знаете что нравится то я и беру и цены вообще не как бы меня не колышет сколько там стоит не ну конечно если это стоит тысячи и 500 евро я конечно же не возьму потому что я что же не дурак вещи это вещи и я предпочитаю их менять каждый год вот чем над ней трястись как не знаю над чем поэтому в общем цена меня совершенно не волнует качество бывает очень хорошее поэтому идем сюда в общем кому где нравится спускай там и ходит ой женщинами чуть не наехал на меня а я иду посмотреть ночнушки здесь очень большой выбор огромный мне вот нравится еще в сфере сфера там тур а мне еще нужен полотенце вот типа такого на голову смотрите какой интересный это и зван из ванны наверное выходить да ну не и то что халаты уже могли бы кстати скоро скидки у нас первого числа но я не еще от первого числа еще приеду сюда но имеется ввиду ли в малагус ездим куда-то или еще куда-то уже с сестрой сестра приедет может быть с ними поеду так я не хочу пижамы шортиками я люблю чтобы вот на дело и пошел поэтому будем выбирать смотреть не вот типа платьевиков нравится шортиком конечно красиво но и неудобно что-то все какой-то зимний что ли тут прям синтетика тоже мне нужно чтобы было хабешная и тянулась хабешная и тянула запросы есть ну естественно чтобы а вот не просто непрозрачная но прям хотя приятно к телу так мягонько сорочечка и смотрите обычно вот это тоже делают прозрачные что-то я ее я смысл не особо понимаю чтобы типа по мужа соблазнять но нам уже не нужно соблазнять и друг друга поэтому ой смотрите какие интересные шортики не шортики обрет же домашние до классные тоже много раз светочек таких в принципе к телу приятно но я люблю хабешный чтобы кстати можно посмотреть из чего она состоит может быть удивлюсь приятно но нет это точно не хабешная так как где она обычно там где-то внутри но ничего не вижу ты здесь чувствую я тебя радуясь и любя блин я же все равно найду ищу этикетку а тут все он написано нейлон нейлон эластан нет конечно это не то что а так вообще симпатично симпатично ладно буду искать если что-то найду то вам обязательно покажу пока что-то ничего не вижу люфчики люфчики уже все мне в люфчики не нужны ой подушки такие классные чё почем 10 10 евро смотрите 2 супер мне розовый мне уже пора скоро менять будет на диван покрывала и вот подушки очень даже внутри 10 евро две штуки зашибись свечки в пули пахнут пахнут кстати хотя я один раз брала из примарка свечки они нифига не пахли так ладно идем без из люфчиков вы не поверите я ходила ходила знаете куда пришла мужской отдел я приехала себе одежду покупать так почему меня тянет мужской отдел чтобы посмотреть что-нибудь у меня всегда так что делать буду смотреть в общем я начинаю переживать мы здесь ничего не понравилось и я выхожу как это так при мне понравились одни носочки такие классные но я не буду в кассе стоять три велюшки чтобы купить лишь один нас чем мы входим отсюда я здесь была время у нас по первого наверное час до или полтора я уже не знаю очень померила кое-что но такая фигня короткой ну берли красивый сарафан джинсовый но он не короткий короткий как бы на охоту прям совсем короткий выходим народу столько вообще пришло вообще ужас не пробиться все с пустыми рукавами рукавами руками выхожу сейчас пойду в зару и в домскую комнату и а нет вот валькот надо зайти там тоже иногда бывает что-то интересненькое вот туда сейчас зайду сарафаны вам даже не стала показывать как они на меня сидят потому что это очень как сказать так эротично что ли в общем заходим сюда безобразно даже скажем так симпатичный я бы купила тоже чтобы они подлиннее были джинсики сейчас посмотрю хотя знаете потом летом уже по барабану хоть в трусах на улице ходи здесь все равно никто на тебя не смотрят вот какую-нибудь маечку тоже хочу купить беленькую вот как красивую ну ладно времени еще дофига так что а кстати вот я одеты длинном своем платье это и чем дым легкая вообще люблю очень длинные платья они сейчас моде и у меня в планах есть купить себе платьишко или юбочку даже я присмотрела какую в общем ну вы знаете я такой человек что я могу присмотреть потом отсмотреть 8 подятлю рюшечки обожаю всякие рюшечки смотрите какая 6 евро всего блин очень даже симпатичная но наверное она будет короткой вот эти вырезы очень большие ладно пазырем цирки пазырем такие штанишки меня есть и кстати вчера в них было вчера не позавчера вчера же мне мы выше пыла пили я сейчас саре хочется что-то такое не особо нарядное но такой на каждый день чтобы а это чуть рубашка какая-то чтобы я не знаю как-то сочеталась совсем на свете в общем выбор не простой у меня предстоит брюки точно нет потому что летом я не не ношу платье смотрите какое красивое вот это на на работу мне совершенно не подходит а в общем такие вот комби комбинезоны я не нравится но но боли нельзя снимать а сейчас я спалилась надо было сразу на телефон снимать а я камеру достала ну ладно будем на телефон укратками снимать чем фигня какая-то знаете даже нечего вот чтобы взять и снять померить нету ничего интересного не знаю вообще фигня какая-то вот как так можно что ничего нету зари ничего нету мне кажется что мне нужно подкрепиться и продолжать я не знаю я не знаю даже не назовешь это шапином потому что я нифига мне ничего не нравится буду пойду покушаем сил наберусь и пойду новую атаку мне предстоит еще один сложный выбор куда бы поесть пойти вообще не представляю я говорю я хочу суши ну блин и здесь нету суши бара куда бы рвануть куда бы рвануть направить свои ласты чтобы было вкусно легко и все такое андалуса нет не хочу блин ночи куда бежать может вот это сходить а там точно суши есть я туда много раз ходила или как в общем сейчас кружок там и посмотрю вот так вот пицца кефе если как он там называется курочка вот этот счет для детей ну почему нет суши вот так вот нелегкий мой выбор итоге пришла в изиатский ресторан здесь буфет либо то есть платишь одну цену цену и берешь все что тебе угодно здесь все есть видите набрала себе всяких суш соус там не делается овощи в общем буду кушать всем приятного аппетита сейчас манго я ничего не взяла я буду ходить пока думать что мне надо из того что я померила поэтому вот так манго сейчас похожу посмотрю такой вроде бы неплохой сарафанчик что это ли он наверное сто процентов 40 евро стоит очень даже не сам симпатичный правда на матрас похож как вот раньше матраса были ватны вот так вот он похож на матрас а так симпатичный ладно не буду палиться там работники сейчас скажет нельзя снимать все меня раньше никогда такого не было но я всегда с телефона снимала а это такая зашла деловая и снимаю ну естественно испалилась так что вот так вот а так буду ходить как будто я по skype разговариваю да там чё знает никто не знает о что-то за ткань такая нежная приятная так ладно ого вот эта шляпа нихрена себе это пол я обалдеть ой сумочка симпатичная смотрите какая 20 евро мешочек там такой классная прям понравилась прикольная вот смотрите какой прикольный платьишка тоже и шлепки прикольный кожаная чего не там стоит-то ну-ка что-то 30 евро ну что-то все за зачеркнуто вот так прикольные удобные наверное платьишко материал как мой мой в мое платье вот это всяких комбинезон так в чё-то ничего нету тоже а тут мужской на мужской нам пока не надо хотя все дороги ведут мужское тяжелая ткань сейчас где я сейчас спринтфильд станет страдивариус не возлагала большие надежды на вот эту юбку вот эту юбку в общем я ее померила и знаете что колхоз 40 лет без урожая блин пипец мне совсем не идет а чё тут другу еще отдел что ли есть а я тут не видела в общем вообще ничего не идет как колхозница какая-то в ней вообще чуть-чуть на ничего нет надежды рухнули пойду вниз я уже устала так что прям не знаю пулбери тут то есть чего-нибудь или тоже так ширпотреб даже не знаю куда бежать туда бежать ну воду чё если я уже здесь то 8 вообще с пустыми руками время уже три я здесь уже четыре часа и ни одной покупки пипец что-то я слишком выбирательна стала очень выбирательно и пипец такие штаны у меня льняные есть уже ладно такие юбки плассированные ну что-то как-то не мне вроде как не очень вот это вот мешки мешки какие-то были под картошку тяжело моя доля взяла вот такие вот шортики по померить они как обычные хлопок по моему майка это так чтобы померить чем-то у меня же верха нет вот здесь они на на завязочка мне кажется неплохо да в общем видно вот я еще взяла вот такие голубые не знаю на лист они на лист и вот такие же кулоты они называются блин ну размер большой конечно мне кажется он большие будут мне а так вот эти шортики нормальные цена 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 ты где цена а я что-то нет не найду цену не знаю где цена цена ну потом вам скажу как вы ой я дурак здесь же сзади большое зеркало а я в это смотрюсь думаю что то не то вот большое зеркало мне кажется нормально на лето да даже майка мне нравится это а где я вообще нахожусь знаете где я нахожусь а чей эми думаю где я нахожусь в общем шортики вроде бы как хорошенькие я кстати поправилась немного поэтому не худеть надо килограмм 5 надо сбросить по-любому поэтому вот вы говорите типа булки ем и как вес сохранять никак худеть надо пять килограмм набрала поэтому мне их нужно срочно скинуть но шортики вроде не чудо пишите в комментариях я вот взяла ну сейчас все покажу так эти у нас стоит нашла ценник 15 евро смотрите размер 44 просила носила 42 44 но они мне свободны очень так а эти вот мне больше нравятся и сидят они мне больше нравятся смотрите полосочка такая в общем и мне в них более удобно у меня знаете проблема вот тут ну наверное многих такая проблема у меня ноги слишком близко и натирается но на лето очень хороший способ дезодорант брызгаешь стальком чтобы был дезодорант стальком и все это проблема не только полных людей это проблема у кого ноги рядом вот так поэтому я всю жизнь натираю как вам голосовать не надо потому что я сюда больше ну как не приеду уже не скоро приеду я не знаю мне и те нравятся и те нравятся буду смотреть в каких мне удобнее но эти подлиннее мне кажется они более удобные там еще есть нежно розовые может не нежно розовые взять ой тяжело доля так эти стоят у нас 20 евро 44 размер тоже а это вот кулоты они называются да как вам ну штаны на лето я не очень люблю поэтому так это вам показать и мне они жирные становятся делают конечно меня делать не надо я сама знаю что я полная поэтому если кто-то хочет меня уколоть или что то у вас не получится я сама знаю что у меня и где и как в общем не знаю нет ну это я так вам показать не то что не знаю точно не возьму мне не нужные на лето штаны это гулять с чарли но это прям трусы какие-то хахаха ой блин трусы какие-то смотрите это спортивные такие шорты но блин они трусы прям ну вообще ужас ужас чарли погулять чтобы у меня для ну такие вот ниже колен в них жарко не но это но это прям выглядит трусами не у меня вот таки черные дела померю а это прям трусы и самый настоящий вот вот это другое дело они нам не более удобные свет здесь загорается я даже не знала а я думала это открыто там он светло намного в общем вот эти да хорошее здесь даже карманчик есть вот эти может быть даже возьму с чарли гулять еще кроссовки какие-нибудь надо такая что а это эмблемка да это эмблемка даже карманчик есть для ключей но так как вообще вот эти прикольные и удобные все эти наверное возьму еще давно хотела себе майку длинную ну типа майка платье да это конечно темная слишком я в ней но это я так померить взяла вот я бы хотела какой-нибудь розовая а так прикольно да смотрите на работу мне ходить вообще зашибись но вот темная что темная она мне совершенно не подходит потому что жарко да и летом хочется что-то светлого а так нормальная вот такие вот пироги так что мне из этого взять даже не знаю буду думать потом будет вам сюрприз девочки и мальчики смотрите вот такой я футболочку нашла ну как нашла он тут попугай по моему с палетками они называются на вы извините пожалуйста но меня я не знаю как это по по-русски лента хуэлла спа испанский в общем блестит это куртефель магазин бриджи тоже здесь но это я для померки это они не слишком длинные я такие летом не ношу но нанес надо было что здесь чтобы вам показать маечка в общем она стоила 20 сейчас 15 маечку наверное возьму бриджи точно не возьму я пойду за шортами в это а так хорошо сидят на мне да и все прекрасно но они очень длинные правда колен нет совершенно не устраивает и жарко в них а футболка я хотела белую футболку и вот прям увидела он блестит симпатично как вам симпатично живите правда и она такая хороший материал и в общем ее я возьми на бриджи конечно нет тоже не вот стоили сколько 40 евро сейчас 30 44 размер ну в принципе я раньше 42 носила и они у меня знаете какая проблема всегда меня куплен большой и вот тут всегда вот даже видно видите всегда тут много всегда какие бы джинсы я не одел у меня всегда сзади много попенгаген большой поэтому ну ничего как вам пойду за шортиками конечно люфчик тоже не нужен нужен не черный но мальчик такая она прям видно качественно и хороший я все набрала магазинчик этот нравится в общем кое-что купила как вы видите сейчас домой поеду и вам все покажу так устала что больше сил у меня совершенно нет так пойду здесь почти все купила что хотела ну естественно нужно было бы больше ну что-то как-то не очень понравится в общем еду домой я уже дома с моим маленьким мальчиком три бы моя мне там машинка стирается пойду а там вчерашнее надо снять ее ветер был а где у меня тазика у нас ветер такой был поэтому я даже не знаю что там творится с машинкой ой с машинкой с бельем может быть нафиг весь улетела вести вещи я вам завтра покажу я так устала что не не охота в принципе вы все видели все что я купила кроме платья одну купила завтра вам обязательно покажу все померяю вот еще мы с вами увидим завтра сегодня уже не охота нет желания вот красиво правда у меня шляпа приколисток я так замя да вроде как ничего не улетела но состояние не очень у нас ураган такой был что пипец ладно буду снимать и новую надо вешать уже смотрите какой шикарный гаспачо сделала вкусняцкие на завтра сейчас холодильник поставлю будет холодненький и буду вот достала рыбку себе красную а мужу достала мясо вот какое-то ему с чесночком поджарю а себе рыбку сделаю в духовке в микроволновке и вот у меня будет завтра такой обед у меня уже завтра клиентки записались ко мне прям с утра пораньше холодильник ничего не вмещается полный пипец все сейчас чай наверное попью чай какой-нибудь на ночь опять чтобы проснуться китайцам ну хотя время еще восемь наверное у нас сколько времени ой жарко прям знаете а уже пол девятого представляете пол девятого светит полить надо светит месяц светит ясный этот муж убирался типа того убирался вот он так убирался все подоставал раскидал и ушел убрался называется светит 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 белая луна в общем полить я же хотела и усю а смотрите я фиалочку пересадила в маленький горшочек видите может быть прям она для этого горшка смотрите какая большая а а правда да да течет вниз на голову кому-нибудь кому-нибудь на голову надеюсь там никого нету будет а так душ душ буду с вами прощаться до завтра больше ничего нового не будет происходить буду отдыхать вроде бы все уже отдохнула как бы ножки не болят спинка не болят знаете сколько сегодня протопала вы наверное не поверите но я вам сейчас покажу сколько я сегодня проходила так сейчас 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 one moment please смотрите 14 километров прикиньте все таки шопинг мне кажется это спорт вам так не кажется 14 километров на крути я обычно 6 хожу с чарли ну и там ну когда включая его вот это вот приложение то 6 километров сегодня просто мне интересно было сколько я натопаю 14 километров представляете так что день проведен не зря ладно буду с вами прощаться до завтра всего вам самого наилучшего вот такой вот погоды вам замечательной всем пока и до завтра пока пока